В этом видео я научу вас собрать кубик 3х3. Вам надо выучить два алгоритма, которые вы должны обязательно знать. Эти алгоритмы называются пиф-пафы. Они бывают либо с правой, либо с левой руки. Сначала я покажу вам с правой руки. Поднимаем, путем, спускаем, путем. После шести пиф-пафов, либо с правой, либо с левой руки, у вас кубик возвращается в изначальное положение. Теперь я вам покажу пиф-пафы с левой руки. Это получается, что вы делаете все, то же самое, но только звукально. После шести пиф-пафов, у нас кубик возвращается в изначальное положение. Теперь вы можете кубик 3х3 разобрать. Просто фандомно его крутить. Самое первое, что вам необходимо сделать, это собрать белый клец. Вот так вот. И вы должны вокруг него поставить ёбра. Например, тут вот бело-оранжевый соединен с центром своим. Мы опускаем. Вот у нас совпало. Теперь тут чинный совпал. Теперь мы тут можем делать так, чтобы совпало с зелёным и прокрутить. Далее у нас тут красный. Чтобы его поставить, мы должны опустить, покрутить, поставить синее на своё место. Крест это самое простое. Далее мы должны расставить все углы правильно. У нас один уже стоит. Теперь ещё вот тут вот. И вы делаете алгоритм либо правый, либо слева руки. Сейчас я сделаю с левой. Один. Два. И у вас уголок встал на своё место. Далее. Вот тут вот и вы делаете снова алгоритм. Я впав и сделаю с левой. После первого же он у меня встал. Далее. Снова и я делаю с правой руки. Вы можете сами выбирать, с какой руки вы будете делать. Уголки это тоже было очень просто. И теперь дальше вы должны собрать весь этот второй слой. Вот. Я хочу вам показать одну позицию. Которая. Там где одно ебло развернуто. И у неё вы должны сделать три. Чтобы из неё выйти вы должны сделать три пифпафа. Либо справа, либо слева руки. И это не имеет разницы, и у вас сделался такой блок. Дело в том, что после трёх пифпафов все ёбра возвращаются на свои места. А углы только после шести пифпаф. Далее. Вы выгоняете эту пару. И потом её загоняете. Дальше. Вы ищите. Вот так, чтобы совпало. Например, оранжевое, синее ебло. Тут. Что вы делаете? Вы его отводите. Крутите. Так ставите на своё место. И делаете пару. Теперь вот так его крутите. И загоняем пару. Очень просто. Дальше. Вот, например, оранжевое, зелёное ебло. Крутим. Гоняем. Ну. Ставим на своё место так. Бывает то, что у нас совпало так. То, что зелёный цвет тут. И то, что оранжевый цвет тут. Это бывает... Вот эти позиции, они бывают. Но... Вот. Я вам показывал то, что... Что совпало. Теперь тут. Вы делаете всё то самое, но только зелёкально. Вы собрали два слоя. Дальше у вас бывают... Четыре позиции. Сначала я хочу вам показать позиции. Вот это. Там, где такая линия. Вы бьёте кубок три на три таким образом, чтобы... Вот эта линия, она как разделяла зад и вас друг от друга. Теперь вы крутите грань таким образом. И делаете один цвет паф. У вас собирается крест. Бывает ещё одна позиция. Такая то, что у вас... Только вот тут вот... Два и бра так правильно. И два так. Вы крутите грань. И делаете уже два фис пафа. Ваш хит собирается. Бывает ещё одна позиция. Тое самое неблагоприятное. Вот. Вот она. Точка. То, что у вас только центр тут стоит и все ёбра неправильно развернуты. И тут не может быть такого, что только одно или три ёбра развернуты. Для этого вы крутите, и делаете два пиф пафа. Вы приходите к этой позиции. Теперь просто перехватываете, крутите, делаете один пиф паф. У вас собирается крест. Но иногда крест собирается сразу. Дальше вы должны сделать правильный крест. Потому что тут вот мы с... Я вам говорил, что это вы должны сопоставить в центру. Сейчас у меня чьи ёбра тут правильно стоят. Но... Так бывает не всегда. Такая позиция, она бывает чаще всего. То, что два не бра поменяли свои места. Для этого вы бьёте как... Когда эти два были неправильно развернуты. И делаете один другой алгоритм. Поднимаете, крутите, выгоняете пару. И так загоняете. Ещё один раз. И после двух таких алгоритмов у вас должен собраться крест. Но бывает ещё одна позиция. Которая менее благоприятная. Вот она. И когда как вы не хотите, у вас два ёбра поменяют своё место вот таким образом. То есть так поменяют своё место. И с неё вы должны уходить таким образом. Вы ведёте так, как у вас линия. Но только, чтобы она смотрела от вас. И потом так вдаль. Вы делаете один такой алгоритм. Потом перехватываете два раза. И у вас такая позиция там, где твоя бра поменяли свои места. Вы делаете этот алгоритм просто снова два раза. И у вас собран правильный крест. Больше позиции быть не может. Далее. Вы должны правильно уголки расставить. Вы находите правильные и неправильные уголки. Вы не смотрите на то, как у вас повёртся эта грань сейчас. А просто смотрите на уголки. Вот, например, как тут. Красный, зелёный. Жёлтый. Этот угол, он находится правильно между своих центров, но неправильный разлом. На этом вы показываете, смотри, внимание, но... Смотрите. Но... Он правильный. Далее. У вас тут... Синий, оранжевый, жёлтый. У вас два так. И значит, два этих неправильных. Вы можете сами убедиться, что совпадает только жёлтый. Но из этой позиции я хочу вам показать ещё чуть-чуть попозже. И сначала я вам покажу, что делать, когда у нас два вот таким образом. Чемочку. Вот так вот. И... Два ябра неправильных таким образом. То тогда вот берёте кубок таким образом, чтобы два правильных ябра были слева от вас, а два не... Чтобы два неправильных... Чтобы два правильных были слева от вас, а два неправильных справа. Вы делаете трипиф пафа с правой руки, перехватываете и делаете трипиф пафа с левой руки. У меня кубик случайно собрался. Но бывает то, что еще уголки развеют, об этом я вам расскажу попозже. Но бывает еще одна позиция, когда у вас два уголка так поменяли свои места. Сейчас я ее сделаю. Вот она. У нас два уголка так правильные, а так два нет. Вы берете кубик таким образом, чтобы у вас была такая линия. Наскосок и вы делаете трипиф пафа. С правой руки перехватываете, делаете трипиф пафа с левой руки. Теперь у вас все еще два уголка неправильного. Два уголка правильные, а два нет. Но зато уже яд. У нас была позиция, что мы так покрутили, у нас эти два были правильные, а эти два нет. Но в этот раз мы покрутили в другую сторону и у нас эти два стали правильные. Смотрите пока что на йобра и делайте спокойно вот эти трипиф пафа с правой руки и три с левой. И у вас такая позиция, что теперь все как и правильные. Но одна вещь то, что йобра поменяли вот так и так места. Из этого, когда мы расставляли правильное йобра, то мы использовали алгоритм. Его использовали один раз, два раза. Теперь мы его используем три раза. Один. Два. Три. Теперь у вас все йобра стоят на своих местах и все уголки на своих местах. Теперь вы должны... И теперь последний этап. Вы должны кубик три на три перевернуть и делать пиф пафы либо с правой руки, либо с левой. Теперь вы делаете пиф пафы. Смотрите на то, что у вас белая сторона разрушается, оно у вас оберется. Вы правильно поставили, крутите снизу. Сопоставили, крутите снизу. Сопоставили. Теперь надо только туда крутить. Но вам нельзя, когда вы развернули правильно, потом так перехватить. Вы должны покрутить снизу. Не может быть такого, что один угол развернут или одно йобо развернут. Вон то это я тоже говорил. Не может быть такого, что только два уголка поменяли свои места. Если у вас такие позиции, то вы должны либо сильно развернуть, либо уголок, либо поменять местами. Вот вы с этой обучалкой сможете, скорее всего, собрать кубик три на три. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...